Всем доброе утречко! Я варю луковую шелуху. Ну, в общем, вон она там варится. Вчера вечером я сходила в бедровку и купила мисер. Вот такой. Стоит 40 злотых. И взяла вот такие кондитерские фломастеры, чтобы крем рисовать, украшать печенюшки там, всякие такие. Здесь четыре цвета. Взяла такие, знаете, тона. Там был шоколадный с карамелью, но я взяла вот такие. Больно мне нравятся пастельные тона. Ну, и взяла здесь этот. Порошок для выпечки, в общем. Разрыхлитель. И ванильный сахар с экстрактом ванили. Но я не знаю, либо здесь экстракт ванили, либо ванилин. Не знаю. И подготавливаю все для того, чтобы выпекать. Видите, я здесь... Вот у меня моя рабочая поверхность. Я включила себе сериал. Сериал-детектив, в общем. Про убийство, там всякое такое. Я люблю эти все расследования. И буду смотреть, что нужно для выпечки. Я подготовила все нужные мне ингредиенты. Смотрите. И нужно, чтобы это все было комнатной температурой. Масло, сметана, молоко, яйцо. Чтобы оно не было холодным из холодильника. Поэтому я предварительно достала. В принципе, шелуха у меня сварилась. Но яйца холодные. Поэтому я их сейчас не могу бросить сюда. Я выключаю и оставляю. Чтобы яйца приняли комнатной температуры. Потом я буду их закладывать, чтобы они не потрескались. И сейчас я займусь тем, что буду делать. Подготавливать тесто для печенюшек. Милена, надеюсь, скоро встанет. И мне поможет. Руслан спит в ее комнате. Поэтому он нам дал сегодня всю кухню в распоряжении. Потому что он знает, что мне нужно много готовить. И мне нужно снимать. И, в общем, сегодня я проснулась рано. Представляете, где-то в полшестого. Я вообще не знаю, что я так сплю. В общем, в 10 я засыпаю и просыпаюсь где-то в 6 утра. Я не сова, я жаворонок. Я люблю пораньше лечь и пораньше встать. То есть, ночные какие-то фильмы до 2 часов ночи. Или там какие-то сидеть в соцсетях до часу ночи, до 2 кому-то что-то писать. Это вообще не про меня. Я очень ценю свой сон. И для меня сон настолько важен, что мне нужно, чтобы у меня было проветренное помещение. Чтобы у меня была чистая, свежая постель. И знаете, даже когда мы приезжаем в гости к Руслану, например, либо к моей маме приезжаем. Они всегда знают, что вот я люблю, чтобы было все такое чистое, свежее. И мама даже новый постельный комплект стелит, чтобы мне было уютно спать. То есть, для меня сон очень важный. Я не могу спать в чужих местах. Я плохо сплю в поезде. Но я хорошо сплю в гостинице. Знаете, почему? Потому что в гостиницах всегда удобная кровать. И всегда такое белье, которое я люблю. То есть, свежее такое, знаете. Поэтому и прийти к кому-то в гости и лечь спать, это... Я не сплю. Я сразу говорю, что я не сплю. Я сплю либо у себя дома, либо если мы едем в гости к родственникам. И первая ночь у меня всегда такая сумбурная, если я в первый раз. Я долго адаптируюсь к тому, чтобы мне хорошо спать. Поэтому для сна мне нужны условия. Вот видите, я очень завишу от комфорта. Вот такая у меня зависимость. И поэтому всегда приходится думать. И думать о том, сколько нужно зарабатывать, чтобы иметь тот комфорт, который мне необходим. Например. И, кстати, это всегда мотивирует меня. В общем, буду делать сейчас тесто на печенюшке. Не лезвь. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Пока у меня тесто отдыхает, мне нужно навести тут порядок. И там тоже помыть посуду, которая накопилась во время этого всего процесса. И потом я буду красить еще яйца. Знаете, я так люблю это тесто. Оно так пахнет всегда сливочным маслом. Такое мягкое. Оно так пахнет. Яйца покрасились и я вам сейчас покажу, что нужно делать. Берем масло и каждое яйцо натираем. Видите, вот эта сторона, которая еще не натерта, а вот эта уже натертая. И поэтому яйца получатся такие вот глянцевые. Потом я немножко все равно с них сотру масло. Ну, в общем, вот таким образом яйца получатся более такие, знаете, красивые. Пока у меня готовятся печенюшки, я ем, смотрите, бутерброд с рыбой. И смотрю фильм. Делаю глазурь. Вот, глазурь готова. Сейчас Милена выставит на балкон печеньки, чтобы они остыли. Как там наша Жужуха? Ваня. Сейчас печеньки буквально 5 минут на балконе остынут. И Милена будет их покрывать глазурью, а потом уже рисовать этими карандашами, в общем. Смотрите, какие получились аппетитные печеньки. Прям аромат стоит на весь дом. Галю, если Милена сейчас покажет, как надо делать. Да, не покажет. Ложкой делай, давай не будем это выдумывать. И вот так вот. В общем, мы покрыли глазурью эти печенюшки. Смотрите. Сейчас они будут сохнуть, и потом Милена будет рисовать. Пока они сохнут, я замешу тесто на кулич. Я буду делать бездрожжевое. В общем, первый раз его пробую. Я не знаю вообще, получится у меня или нет, но, в общем, попробую. Оставшаяся глазурь уйдет на куличик, если он получится. В общем, у меня нет формы для куличей. И здесь я ее купить не смогла, потому что я просто не нашла. Ну и магазины не все работали. В общем, я посмотрела, что можно сделать из фольги. Вот так вот, например, банка. Ее обтянуть. И получится вот такая форма. Милена оформляет теперь печенюшки все. Конечно, не идеально, но... Ничего, научишься. Мы с Миленой закончили творчество. Вот, смотрите, какие у нас получились прекрасные печеньки. Но мы их не называем пряники, потому что по тесту это не пряники, а это песочное печенье. Мы старались. Мы сейчас с Миленой попробовали. Вот здесь была такая печенюшка, кружочек оставался. Боже, это такая вкуснятина получилась. Я вот в этот раз удались печеньки, знаете. Я не знаю, с чем это связано. Причем я всегда кладу на глаз. Я не делаю строго по рецепту. У меня весов нет. Поэтому я не знаю, какие куличи у меня получатся. В общем, я делаю все на глаз. Приблизительно около, вот так. И, в общем, смотрите. Ну, это такая вкуснятина. И вот эти вот сами кондитерские эти... Ну, маркеры вот эти. Не знаю, как это называется? Карандаши. Карандаши вот эти кондитерские, да, контуры. Они имеют такие приятные вкусы. Банан. Что там еще? Клубника. 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 Такие вкусные. И они вот за счет этого печенькам еще придают такой, знаете, интересный привкус. А в глазурь белую я всегда добавляю лимон. И за счет этого глазурь получается такая немножко с кислинкой. Нету такого, что она такая сладкая и приторная. Ее есть, ну, знаете, неохота. Очень вкусно. Мягенький. У меня готов. У меня тепленькая. И хорошо проходит. Надеюсь, и мой тоже куличик готов. Твой-то точно готов. Ну-ка. Ну, у меня тоже готов. Чистая шпажка. Давай развернем тогда. Ну, это тесто было-то. Вот большой кулич. Я его немножко еще оставила допекать, потому что он внизу здесь был сыроват. из-за этой фольги. А Меленин уже, смотрите, готов. Она его уже украсила. Все. Сейчас мой остынет. Я его также украшу и вам покажу уже все, что у нас получилось за сегодняшний день. Если у меня тут что-то еще осталось. Да осталось. Красиво растекается. Да? Угу. Дашь может что-то вот так сделать. Вот так бы хотелось, чтобы он так растекался. Я тоже бы так хотела сделать. Ну, ты же еще хотела сделать. Сейчас капнет. Субтитры сделал DimaTorzok Я закончила. И видите, глазурь постояла и из-за этого стала жидковатая. Поэтому она вся растекается. Ну, в общем, вот так. Сейчас покажу, как Мелена оформила свое творчество. Вот, видите. А у меня совсем другой стиль. У меня по-взрослому. Так что вот. Наши куличи готовы. Печенье готово. Сейчас мы тут сделаем красивый натюрморт. И на этом все. Субтитры сделал DimaTorzok В общем, ребята, всех поздравляю с этим праздником, с Светлой Пасхой. Будьте все здоровы, счастливы. И Христос Воскрес! Субтитры сделал DimaTorzok